Всем большой-большой привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня мы в магазине FixPrice Горд и Жаск. И начнём свой обзор вот с таких картин по номерам за 199 рублей. Размер у них почти 30 на 40. И такие картины, они помогут вам не только занять своё свободное время, но и почувствовать себя настоящим художником, снять стресс, расслабиться, успокоиться. Ну и такую готовую картину можно поставить в рамку и подарить своим друзьям. А это такие детские пазлы, они крупные для развития мелкой моторики. Вот этот пазл идёт конкретно 3+. Тут вот дальше написано, что разные варианты сборок есть. Вот с обратной стороны всё показано, описано, то есть как можно собирать, всё понятно. Вот ещё есть такие. Различный вариант. Вот этот идёт уже вообще на возраст 1+. Вот, он чуть-чуть другой. Оп, куда побежал? Так, это у нас подколенник садовый за 99 рублей. Он сделан из эвы, такой мягенький, то есть вот удобен, когда полишь грядки, чтобы в присядку ноги не уставали. На коленке можно встать. Садовые перчатки с когтями. Вот, одна перчатка идёт с такими когтями пластиковыми, там землю порыхлить. А другая перчатка обычная, наверное, удобная. Эти перчатки с нейтриловым покрытием. И да, вот у них пальчики, они в самом деле такие, как будто бы прорезиненные. То есть земля под ногти не попадёт. А сами перчатки тряпичные, то есть руки будут дышать. Лента садовая. Ладно, давайте я тоже покажем. Ну, думаю, в хозяйстве всё пригодится. И вот такая лента садовая. Так, секатор садовый тоже. Тут они различные яркие такие расцветки. Ну, секатор, мне кажется, в каждом хозяйстве пригодится. Таблички. Таблички эти будут удобно поставить куда-нибудь на грядки, если на одной грядке там несколько сразу сортов морковки, например, растёт. Указать сорта. Сетка садовая. Такой сеткой можно укрывать ягоды, викторию, чтобы птицы не клевали. Крючки для садовых инструментов. В наборе идёт пять штук. Они такие большие. Для организации хранения очень удобная штука. Вот здесь на картинке показано. Грапли, лопаты, окучники, как можно повесить. Вот эти крючки садовые за 77 рублей. В наборе четыре штуки. Тоже они помогут организовать хранение инструментов. Либо можно подвесить вот садовое кашпо. Так, где-нибудь на веранде, на террасе. Очень удобно. Декорация лотос. Сейчас очень актуально сделать во дворах прудики различные. И вот туда для большей реалистичности можно бросить такие вот кувшинки. Ещё уточек каких-нибудь туда запустить. Тоже декоративных. Вот есть в двух расцветках. А это клипсы садовые декоративные. Очень уж они мне напоминают детские скрепки, крабики для волос. Вот можно орхидеи так цеплять. Это подвязка садовая за 55 рублей. Длина у неё 40 метров. И, кстати, состав сталь. То есть она вот такая плотная, металлическая. А это набор кустодержателей. Я сперва подумала, что тут детские рули такие. Но нет, это кустодержатели. Чего только не придумают. Шланг поливочный. 50 рублей. Стоит длина у него 3 метра. И вот он такой дырявый. То есть это можно бросить на грядки шланг, запустить в воду. И в разные стороны будет водичка литься, поливать. Мешки. Набор мешков. Три штуки в наборе за 99 рублей. В такие мешки обычно складывают картошку, когда уже собирают. В детском отделе вот я нашла такое холодное оружие деревянное детское мачете. Они такие яркие все, разноцветные. Думаю, мальчишки будут очень рады. Такие пострадавцы вон, блестящие. Игрушка. Книжка для купания. Она идет еще музыкальная. То есть пищит. И как раскраска. Многоразовая раскраска водой. Такая вот удобная книжечка. И в дорогу можно с собой взять. И купаться с ней можно. И просто играть. С разными картинками. Там еще овощи есть. А это за 149 рублей. Это такая кукла Мила. В виде мороженки. И у нее очень-очень-очень длинные волосы. И вот саму куклу тут не видно. Потому что она обмотана вся вот этими волосами. И вот. Когда ее достаешь. То есть вот из этих волос можно плести длинные-длинные косы. И вот есть такие разные расцветки. Там в комплекте вот идут еще такие скрепочки. Мне кажется, вот взять те садовые скрепки. И как раз для этой куколки они подойдут. Деревянный пазл с картинками. Вот сами детальки здесь идут деревянные. А картинки они бумажные, картонные. Вот здесь с обратной стороны правила игры. Все написано. Показано как. Что делать. Все понятно. Рыбалка магнитная. В комплекте три рыбки и удочка. Они на магнитиках. Она вон там еще червячок. Можно летом в детском бассейне поиграть. О, а это... Я так давно ждала вот этих птичек. Птички из керамики. На таких длинных-длинных ножках. Ножки металлические. Вот есть такие беленькие. Вот это то ли утка, то ли гусь вытянул шею. Вот два варианта бельских птичек. И там вдалеке вот еще... Нет, брать не буду. Боюсь уронить. Вот еще розовенькие там есть. Очень красивые. Вот вазы снова выставили. Они их разбирают, снова выставляют. Вот здесь полочки тоже выставили. Потому что тоже их уже было гораздо меньше. Я их уже показывала в своих предыдущих обзорах. Это светильники деревянные. Вот здесь появились такие новенькие органайзеры. Пластиковые. Судя по картинкам, нам предлагают хранить здесь косметику. И все для рукоделия. Стоят они 199 рублей. У них там еще внутри есть такой съемный вкладыш. Ручка, кстати, силиконовая. Давайте откроем, посмотрим. Объем у него 7 литров. Вот такой вкладыш. Ручки для удобства. Чтобы можно было удобно доставать. Держать. И вот такой контейнер. И пластик, кстати, здесь пищевой. То есть можно и продукты хранить. Это сумка органайзер. 149 рублей она стоит. То есть такая штука очень удобна для поездки куда-нибудь. Туда можно сложить зарядки, наушники, различные провода. Обычно их сейчас очень много бывает. Вот еще есть такая синенькая. 149 рублей. Это зеркала. В детячем нашем отделе. 199 рублей. Такие милые зайчики. Сзади вот еще есть кармашек для разной мелочевки с хвостиком. Вот еще есть в сером цвете. И еще нашла в белом. Очень милые. 199 рублей они стоят. А вот эти зеркала, они... За 149 рублей они больше похожи уже на нишек. Вот здесь тут показано, как собирается это зеркало и его размеры. В отделе с посудой нашла термосы. За 199 рублей. Объем у них 500 миллилитров. Очень красивые, симпатичные, яркие. Тематика у них, конечно, зимняя. Ну, мне кажется, ничего страшного. Вот здесь еще одна новиночка за 199 рублей. Это наборы для специй. Здесь идет перечница, солонка и подставка под салфетки. Сделаны они из керамики. И подставка из сосны. Симпатичные. И вот еще есть с лимончиками. Такой в винтажном стиле сделаны. Так, а здесь еще новиночка. Это тоже набор для специй. Просто уже в другом дизайне за 199 рублей. С двумя ложечками идет. Вот так вот это все выглядит. Наборы эти. С керамики, по-моему, тоже были. А это набор магнитных банок для специй. Это, конечно, не совсем новинка, но они не так давно появились. Просто я их еще не показывала. Вот баночки магнитные. И вот как тут показано, вот эти баночки можно даже повесить на холодильник. Вот, обзорно покажу здесь, сколько контейнеров. Это все пищевые контейнеры. Для еды. Туда продукты можно складывать. Вот, смотрите, какое огромное количество их. Еще одна новиночка. Это ложечка такая сито кондитерская. Можно просеивать сахарную будру, либо какао на какие-нибудь бисквиты, тортики. 55 рублей она стоит. Вот здесь еще розовенькие такие. И оранжевые, либо коралловые. А вот это за 149 рублей мешок для замешивания теста. Аж 6 в одном. Вот остальные, видите, поставьте на паузу и почитайте, какое применение можно. Как можно применить данный мешок. То есть вообще супер такой мешок. И вот еще один мешок. Но это уже для запекания картофеля. Вот, за 99 рублей. И, девочки, кто пользовался подобными мешками для замешивания теста, для запекания картофеля, скажите, вообще это удобная штука? Нужная, необходимая она на кухне. Как вам? Понравилось, не понравилось? Емкость для специй. 270 миллилитров. Вот такая баночка. 50 рублей. То есть здесь открывается с мелкими дырочками. То есть посыпать. А здесь можно ложечкой достать. Можно с собой куда-нибудь дорогу брать. Сахар, соль, например, что-нибудь такое сыпучее. И вот еще один контейнер на 120 миллилитров. Уже такой маленький. Вот так же все открывается. Здесь в красном, не в мятном цвете. Это контейнер для сыпучих продуктов. 55 рублей стоит. Это у нас шторы для ванны. 180 на 180 сантиметров она идет. В наборе идут уже кольца. 199 рублей стоят. Это вот есть такие расцветки в полоску. С листьями монстеры. Коричневая. И белая. Белый тоже там был какой-то еле заметный рисунок. Это салфетки под горячие. Сделаны они из пробки. 77 рублей. 44 на 29 сантиметров. Очень симпатичные, стильные. И вот есть еще такой дизайн. Это показывала, это показывала. Ну вот так, вот. Две расцветки мысла. Еще новиночка. Кружка с крышкой на 375 миллилитров. Вот есть такие расцветки хлористические, очень красивые, нежные. Кружка стоит 149 рублей. Очень симпатичная, мне понравилась. Сделанная из фаянса. Так, здесь еще вот тарелка за 149 рублей. Такая она серенькая, с такими разводами под мрамор. Внутри глянцевая, а снаружи она такая матовая шершайка. И вот еще есть, так, здесь, по-моему, ценники перепутали, но тарелки обе все равно стоят 149 рублей. И вот еще такое большое блюдо плоское. Это планшет с подсветкой. Ну и на этом я буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, вам был интересен. Этот обзор было много новинок. И спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Всем большое спасибо. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok